Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Почему некоторые люди по-разному ощущают себя в разных храмах? Ведь везде Бог присутствует одинаково. Действительно, именно то и означает соборность нашей церкви, что благодать ее не складывается из малых кирпичиков благодати каждой церкви, каждого прихода в отдельности, а в каждом малом ее уголке, в каждой малой церкви, границы которой определяются правящим архиереем, епископом, где епископ, там и церковь, есть все необходимое, вся полнота даров Святого Духа для спасения всякого человека. И все таинства, и вся полнота божественной любви и милости, не производящей спасительные изменения в человеке, делающие его причастником жизни вечной. Следовательно, в каждом храме православном, где служит поставленный архиереем священник, действительно, Бог дает то же самое, что и в соседнем или в любом отдаленном храме. Та же самая благодать Божия действует, и прилагая хлеб и вино в тело и кровь Господню, и после исповеди в присутствии священника перед Крестом и Евангелием, оставляя нашу душу свободной от греха. Но мы ведь люди, и людям свойственно то, что им более привычно или удобней воспринимается ими, предпочитать тому, что действует на них как-то иначе. Потому и большие или малые храмы, богослужения, совершаемые тем или другим священником, и даже в сопровождении того или другого хора по-разному могут влиять на душу. Но это уже не столько духовное измерение, сколько душевное. И человек, насколько имеет право постоять в храме или в определенных местах чувства утомления, присесть, чаще причащаться или реже, в зависимости от своего усердия и расположения души, и не скажешь, что это является отрицательным или положительным его выбором, это его некоторая потребность в связи с тем, что он не только духовное существо, но и телесно, и душевно также присутствующий в составе своей личности. А потому и какой-то храм, и какой-то батюшка из православных, может быть более других, как-то близок, и удобен, и желанен. И в этом нет никакого недоразумения, как и святых. Не то, чтобы мы кого-то не любим, а есть те, кто составляют особенно любимых нами и желанных. В этом не стесняется признаваться Иоанн Златоуст, называясь своим любимым святым апостола Павла. Но это же не значит, что он не любит Петра или Иоанна. Так что и для нас особая склонность к молитве в одном из храмов, к которому особенно прибилась наша душенька, к исповеди у одного священника, создают более удобные условия для душевного трезвения, для сердечной теплоты и наших молитв, и нашего покаяния. Так что дело не в том, будто Бог в каких-то храмах не способен действовать во всю силу, а дело в нашем выборе более удобного именно для нас по условиям, по взаимопониманию человеческому и даже по, быть может, температурному режиму желанное или нежеланное церковное собрание. Так что из-за этого вряд ли стоит переживать или считать себя обязанным ходить именно в тот храм, а не в другой, или оставаться в одном православном храме, когда появился в нашей жизни какой-нибудь монастырек, в котором особенно утешительно нам молиться. Нет такой привязки, и это не является изменой какой-то своей первой любви. И это вовсе не то же самое, чтобы вдруг, оставив православный храм, начать ходить куда-нибудь к еретикам. Это, конечно, есть развал и клятва преступления, это и есть тяжкое падение. А вот избрать между монастырями, куда ты поступишь, если ты решил проводить жизнь монашескую, или между приходскими храмами и монастырями, где тебе удобнее часто и сокрушенным сердцем молиться, это дело твоей собственной свободы, твоего выбора. И, как говорил преподобный Серафим Саровский, сам избирай для себя и тот вид служения, и то место твоего христианского пребывания, где душа твоя стяжает больше Божьей благодати. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...